Привет! С вами Сойер и в этом году осталось сделать немного, осталось ответить на ваши 10 неудобных вопросов, ну и снять видео поздравления, видео обращения с итогами года. И вот это видео, это как раз видео про ваши вопросы, которые задавались в сообществе. Я выделил не 10, аж 11 вопросов, опубликовал их в телеграм-канале вчера, а сегодня вот отвечаю. Ну и первый вопрос про семью. Учитывая то, что в IT нужно быть всегда на волне, нужно изучать много нового, изучать разные ресурсы, сколько времени остается на жизнь, на семью. И здесь нужно понимать, что, конечно, нельзя вывести какое-то прямо время, которое ты гарантированно в течение дня уделяешь семье. Как правило, это, скажем так, неравномерно. У меня лично выходные дни принадлежат семье практически полностью. Ну, бывают исключения, когда нужно поработать, но это бывает крайне редко. Ну, еще я по выходным записываю видео, которые тоже не берут у меня слишком много времени, поэтому все выходные это время с семьей. В течение дня, естественно, у меня семья, она тоже работает, тоже учится, поэтому я их вижу ближе к вечеру, ну, или во второй половине дня. И так как я работаю удаленно, то, в принципе, пообедать вместе со своей семьей я вполне себе могу позволить, тем более, что у меня есть вполне себе нормальный обеденный перерыв. В вечернее время тоже зависит от нагрузки. Я, как правило, стараюсь что-то читать по профессии, это как минимум статьи, как максимум книги. Редко смотрю видео, потому что это жрет много времени и приносит мало информации. Хотя сам я снимаю видео, но, тем не менее, лично для меня это не очень удобный способ получать информацию. Ну, и таким образом, отвечая на вопрос относительно семьи и друзей, времени хватает. То есть я ежедневно, как уже сказал, общаюсь с своими домашними, мы проводим с ними время, вечернее время, выходные, и я не чувствую себя обделенным в этом вопросе. С друзьями я вижусь реже, потому что они сами занятые люди, и им тоже довольно трудно найти время навстречу. Я регулярно вижусь со своими родными, особенно в летнее время, это совместные поездки на дачу, в деревню, ну и так далее. То есть там вообще, как бы, никаких проблем с тем, чтобы увидеть своих родных, нет. Практически каждую неделю я вижусь с родителями, ну, может быть, раз в две недели, или как минимум несколько раз в неделю мы с ними созваниваемся. В общем, никаких особых, прямо, вещей, мешающих общению с семьей, родителями и друзьями у меня в жизни нет. Ну, конечно, работа бывает, вносит коррективы, но не такие, чтобы прямо все это сводилось на нет. В общем, все сбалансировано и все хорошо, поэтому никакого здесь разрыва нет. Второй вопрос. Код, который работает давно, но тебе за него до сих пор стыдно. Есть ли такой? И да, такого кода крайне много. Вообще, конечно, бизнес заинтересован в рабочем коде и заинтересован в рабочем коде быстро. И бывают такие ситуации, когда быстро ты ничего хорошего, естественно, родить не можешь. И приходится идти на компромисс с совестью. Ты делаешь код, в нем черт ногу сломит, но тем не менее ты как-то в нем разбираешься. Даже спустя время, когда ты вроде уже все забыл, смотришь на это, конечно, ужасное сочетание условий, функций и тому подобного. И думаешь, как же это все нужно переписать. И понимаешь, что переписать времени нет. И ты вот эти костыльные решения должен как-то сопровождать. И такое случается крайне часто, гораздо чаще, чем у тебя есть время на то, чтобы продумать код. На время на то, чтобы сделать его качественным и, соответственно, чтобы тебя за него потом стыдно не было. Поэтому кода, за который мне стыдно, очень много. Гораздо больше, чем кода, за который мне не стыдно. Но при этом нужно понимать, что по-другому, собственно говоря, не бывает. У каждого крупного проекта и даже у каждого некрупного проекта есть Legacy код, который такое себе удовольствие читать и сопровождать. Обычно только небольшие проекты, особенно open-source проекты, они бывают вылизаны до состояния идеального. Когда ты работаешь только над небольшим кусочком функциональности, много лет. И вот тогда есть возможность этот код очень хорошо продумать, проработать и сделать его качественно. Как только у тебя задача как можно больше хватать и нести как можно дальше. Но здесь, к сожалению, приходится делать код, за который стыдно. Ну и понятное дело, что чем более опытный разработчик будет делать код, тем вот эта вот мера стыда будет разная. То есть, естественно, это не спагетти код, вот код, за который мне стыдно, в принципе сопровождаемый код. Но это прямо не совсем ужасный код, как вы можете подумать. Но тем не менее, конечно, стыдно. Стыдно за то, что люди могут подумать, глядя на этот код про меня. Как думаешь, нормально ли каждый год менять место работы? В принципе, нет. Это не нормально. Мне кажется, что даже в самом старте карьеры, когда люди действительно получают опыт и растут очень быстро, вырастают со своего места работы, даже тогда это не очень нормально. Мне кажется, оптимальным менять место работы в начальном. То есть, до, скажем, 30-32 лет, это где-то 2-3 года отработал на одном месте, перешел дальше. Это когда ты растешь, активно растешь. И когда ты очень быстро перерастаешь свое место работы. А далее можно раз в 5 лет. Но, опять же, можно не менять место работы, можно менять направление работы. Потому что 5 лет – это действительно достаточно длительный срок. И за это время ты устаешь, выгораешь. И, в общем-то, хочешь чего-то нового. По крайней мере, общая такая мировая практика, да, вот все статьи по психологии говорят раз в 5 лет менять направление. Не обязательно меняя место работы, я имею в виду работодателя. Поэтому раз в год, ну вот если уж в совсем начальные этапы, да, когда ты еще вот сразу после вуза или сразу после школы пошел работать, еще можно себе это позволить. Но потом все-таки надо помедленнее. Потому что, когда ты приходишь устраиваться на новую работу, смотрят, сколько ты времени работал на предыдущей. И, исходя из этого, видят, что если человек постоянно меняет место работы, это не очень хорошо. Дальше. Если вернуть юность, пошел бы снова войти или выбрал бы другую сферу? Очень простой вопрос. За все годы, что я в IT, точнее, я не в IT, я в программировании, то есть в программировании ни капли никогда не разочаровался. И до сих пор очень люблю эту профессию. А в IT, как в архитекторе, как полностью вот в этой сфере, где ты связан не только с созданием кода, но и с разработкой проектов, с рутинными вещами, с подготовкой каких-то документов. Вот этим всем, конечно, приходится заниматься. Я это делаю, ну, потому что надо. И при этом я все равно бы не изменил своего решения, все равно занялся бы IT, даже если бы сейчас все начать сначала. Единственное, что я бы это сделал, надеюсь, эффективнее, чем вот мой текущий карьерный путь. Дальше. Какая самая глупая ваша ошибка в коде, который допускали за карьеру? На самом деле ошибок я допускал крайне много. И, если честно, у меня не было таких прямо болезненных ошибок, чтобы они запомнились. Но бывали элементарные ошибки, которые бывают у всех. Это ошибка на единицу в циклах, это разименование указателя. Кстати, таких ошибок поначалу было крайне много. Я не умел корректно работать с памятью и освобождать память. В общем, разименование указателя, наверное, были самые такие частые и самые глупые ошибки. Но в целом ошибок всегда очень много. И бывает много ошибок, связанных с тем, что ты не знаешь какие-то особенности работы той или иной конструкции в языке. Ну и потом, соответственно, ты благодаря этой ошибке узнаешь о некоторых нюансах. Поэтому ошибок бояться не надо. Наоборот, чем больше вы совершаете ошибок, тем больше опыта вы приобретаете. В программировании, к сожалению, совсем без ошибок никак не получится. Единственное, что здесь нужно уметь тестировать свой код, проверять его на ограниченные условия, проверять его на нагрузку, и тогда вы будете сами находить свои ошибки. Самое неприятное не когда вы допускаете ошибки, самое неприятное, когда их находит кто-то другой. Вот это да, это неприятно. А если вы сами будете отлавливать свои ошибки, то здесь будет все окей, поверьте мне. Так, сколько у тебя нереализованных идей, недоделанных проектов? Ну, здесь надо сказать, что я перестал фантазировать на тему идей и реализаций. Да, у меня когда-то давно было прямо фонтан всяких стартапов в голове, но эти стартапы были все крайне примитивными и вообще нифига не конструктивными, скажем так. Поэтому сейчас у меня нереализованных идей нет. У меня есть сейчас четкие задачи рабочие, у меня есть четкие задачи, связанные с развитием канала. Вот у меня есть канал-проект, и по сути все остальные проекты, они так или иначе могут быть связаны с этим, но у меня они, ну как сказать, не сформулированы. То есть я сейчас не занимаюсь тем, что формулирую все какие-то идеи. Я просто двигаюсь по направлению развития канала, и какие-то идеи, если возникают в процессе, я их стараюсь реализовать. Если нет, я их откидываю и забываю. Сколько этих идей и так далее, я этого не считаю на самом деле. Поэтому недоделанных проектов много, но недоделанных в плане того, что брошенных. То есть брошенных проектов еще в лохматые годы, в 2008-2010 годах, брошенных проектов масса, наверное, на десятки счет идет. Но на данный момент я перестал этим прожектерством заниматься, и в этом плане у меня сейчас все хорошо. То есть у меня есть один хобби-проект и рабочая нагрузка. Приходилось ли врать на собеседование? Да, приходилось, особенно в самом начале. В основном это было связано с припиской себе опыта, которого нет. И стыдно ли мне за это? Нет, не стыдно. В общем-то, мне хотелось получить работу, и в самом начале своего карьерного пути мне казалось это нормальным. Сейчас я, в принципе, не нуждаюсь в том, чтобы врать на собеседованиях. У меня есть и опыт, и знания, и, в общем-то, здесь просто не приходится. Хотя, если бы меня так вот вынудили, ну, наверное, я бы мог немножко приукрасить. Я не то, чтобы врать, да, ну, хотя приукрашивание это тоже вранье, но, тем не менее, приукрасить, да. Я бы такое сделал, если бы пришлось. У тебя бывают, бывали припадки завышенного самомнения. Это действительно существующая проблема у людей, которые активно продвигаются в этой сфере. Что ты можешь сказать об этом? ЧСВ страдаю, особенно когда я чувствую, что знаю больше, чем мой оппонент. Или мне кажется, что я это чувствую. Вот ЧСВ у меня тогда проявляется во всех вариантах, которые можно представить. Хотя, при этом, я человек такой, что, ну, мне кажется, стараюсь избегать таких ситуаций. Особенно с годами. Я понимаю, что, особенно в юности, я был страшно заносчивым ЧСВшным. Любил там покозырять своими знаниями. Осталось, не спорю. Но я стараюсь с этим бороться. И я не считаю, что это хорошо. Я считаю, что вот на данный момент, мне кажется, нужно быть таким хорошим, милым парнем, который делится знаниями и не старается, там, как-то выпячивать свое самомнение. Ну, в общем, тем не менее, страдаю. Вот ответ на вопрос, да, страдаю. И смирился, да, в IT, кстати, много. Ну, наверное, в принципе, сюда приходят люди и делают карьеру, которые способны очень быстро анализировать, очень быстро развиваться. И такие люди, в принципе, наверное, любят знания. И для них это важно показать, что эти знания у них есть. Но это все проявляется в конечном итоге, может проявляться в ЧСВшных, в каких-то вещах. Но, тем не менее, я точно страдаю и точно мне это не очень нравится. Как долго планируешь работать, не бугает ли будущее? Ну, работать я планирую долго, да, до пенсии точно. И будущее меня пугает. Пугает в том плане, что я чувствую, что конкуренция в плане работоспособности, она растет. То есть я теряю свою работоспособность и беру опытом в большей степени. И меня пугает, что в какой-то момент и опыта будет не хватать. Вот это меня пугает. И, в принципе, я побаиваюсь конкуренции со стороны более молодых ребят. Но работать я планирую до упора. И, более того, я стараюсь, что называется, брать опытом и расширять свой круг знакомых. Это очень важно и может сыграть положительно в будущем в случае, если там будут какие-то проблемы с работой. Потому что, я вам скажу честно, я как наемный сотрудник подчиняюсь общим экономическим законам. Как только меня будет невыгодно нанимать, меня перестанут нанимать. И в этом плане я никаких себе иллюзий не строю, что работодатель каким-то образом ко мне привяжется. Скажет, вот ты вот такой хороший, мы тебя будем тянуть и мы потом будем тебя рекомендовать. Я в это как бы особо не верю. Есть экономические показатели. И пока я экономически выгоден по своим знаниям, опыту и совокупности всех условий. Да, меня будут держать, будут продвигать. Но при этом, как только я как наемный работник стану неэффективен, не нужен, то меня заменят. Я вот в этом даже ни капли не сомневаюсь. Поэтому это меня пугает. Когда прокинут зарплаты программистам? Честно говоря, их уже прогнозируют опрокидывать лет 10. Я слышу такие разговоры. Но, наверное, тогда, когда рынок перестанет активно расти. То есть сейчас я затрудняюсь сказать, замедлился ли он в своем росте. Но я точно уверен, что до сих пор рынок с нулевых после бума доткомов до сих пор еще растет. До сих пор сейчас есть потребность в программистах, особенно в высококвалифицированных. То есть в джунах, возможно, уже есть какое-то насыщение, потому что джуна стало очень много. А вот в медлах, в сеньорах до сих пор еще насыщение такого я не вижу. По крайней мере, люди, которые могут активно в этом направлении работать, развиваться, и которые имеют хороший опыт, они до сих пор не чувствуют особых проблем с зарплатами. Особенно, если это центры типа Москвы, даже Питера, где действительно есть деньги и где есть работа. Вот там я вообще думаю, что не скоро все замедлится. А в регионах, кстати, может замедлиться в ближайшие пятилетку точно. Это связано и с экономическими проблемами, потому что в России, как известно, кризис уже с 2014 года идет. И денег у населения все меньше, и, соответственно, у бизнеса все меньше денег. И в регионах это может уже начать проявляться в ближайшую пятилетку однозначно. Поэтому, смотря где, в центрах таких развитых, таких как крупные города, Москва, Питер, может быть даже Новосибирск, там это будет не скоро. А вот в региональных всяких центрах, где не так на самом деле много предложений, там, я думаю, могут в ближайшие годы уже такие уменьшения зарплат начаться. Ну и здесь, кстати, нужно не забывать, за счет доллара, курсовой разницы и удаленной работы, из-за этого можно компенсировать, в том числе и в регионах. А вот в общем мировом масштабе будет ли замедление в ближайшие пять лет, мне кажется, точно не будет. А как бы, что будет на самом деле, покажет практика. Давно хотел спросить, вас узнают на улице незнакомцы, как популярного блогера? Были неприятные ситуации? Подходят незнакомцы на улице или нет? Ну, например, эй, слышь, чувак, ты какой-то там блогер, пойди сюда, реши мне задачку по информатике. И в таком духе. Ну, короче, узнают крайне редко. Я видел несколько раз ситуацию, и по поведению людей я понимал, что они меня узнали. Последняя была вот недавно. Ну, видно в поведении, в изменении какой-то стандартной линии поведения, но при этом люди не подходят. Ну, вот для того, чтобы подойти, начать так вот быковать, такого вообще, я думаю, в IT маловероятно. Все-таки айтишные студенты, айтишные специалисты, они редко бывают вот такого низкоинтеллектуального уровня, чтобы вести себя, ну, как-то вот неадекватным, да, вот каким-то образом пытаться быковать. Поэтому я думаю, что если подойдут, то это будет крайне приятный разговор, и он может там касаться общей айтишных тем, но точно не на езда. Таким образом, я рассмотрел все 11 вопросов, которые мне поступили. Надеюсь, вас удовлетворил мой ответ. Ну, а с вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания.